Доброе утро, друзья! 11.04. Новый сезон, новая отбивка у нас для детей старше 16 лет, поскольку Роскомнадзор предначертал подобного рода маркировку, по крайней мере, наше руководство, руководство радиостанции посчитало, что целесообразно ее вставить. Ну что ж, прошу всех, кто младше, покинуть местоположение около радиоприемников, а остальные люди старше 16 узнают вот о чем. О том, что мы находимся на читате 99.6 в Москве. О том, что нас также можно послушать в онлайне, мы передача про интернет, это естественно. Как прочим, для любой радиостанции сегодня, естественно, вещать в интернете. Мы вещаем на финам.фм. Также нас можно слышать в подкасте. Подкаст доступен на финам.фм, либо в iTunes, скачанный по запросу Рунет сегодня. Меня зовут Максим Спиридонов, и гости этой студии сегодня Андрей Колесников, директор Координационного центра национального домена сети интернет. Андрей, приветствую вас. Здрасте. Или мы договорились на «ты». Приветствую тебя, Андрей. Здорово. Значит, Борис Амельницкий, это второй гость передачи, президент Interactive Advertising Bureau Russia. Андрей, приветствую вас. Доброе утро, дамы и господа. Значит, коллеги, скажу вам, как и расскажу нашим слушателям, слушателям старше 16 лет, как я уже говорил, о том, что является сутью передачи, если вдруг вы оказались на ней впервые. Мы рассказываем о главных событиях сетевого пространства, цифрового пространства, более широкого, мобильного веба, в общем, всего того, что относится к высоким технологиям, и стремительно сегодня двигается прогресс вперед, если можно так выразиться. Обсуждаем традиционно это с людьми, которые находятся глубоко в рынке, и не просто слышали об этих новостях, но и работают с ними просто. Поэтому их комментарии наиболее интересны. Значит, сегодня будем говорить о трех главных событиях. Традиционно по структуре передачи мы три события выводим теперь в такие, в основные обсуждения, и это будут вот такие вот новости. Первое. Российская Академия Радио потребовала от сайтов Москва-ФМ и Питер-ФМ прекратить нарушать авторские права радиостанций музыкантов. Близкая нам тема, в том числе и потому, что мы звучим на радио. Значит, второе. Продажа некогда крупнейшего поискового сервиса Рунета также станет предметом нашего обсуждения. Некогда крупного поискового сервиса. Подчеркну, что же это такое, мы вот и расскажем. Пускай будет некоторая интрига. И третье. Вступивший в силу закон о защите детей от родоносной информации. Тот закон, по причине которого только что прозвучала отбивка на тему, которую я организировал до 16 и старше. Значит, ну и последствия этого закона естественным образом. Но для начала, как обычно, экспресс-обсуждения. Мы пройдемся по новостям, которые не были выведены в основные обсуждения, однако также кажутся интересными. Итак, значит, коллеги. Интернет-компании согласовали позицию по закону о черных списках сайтов. Решено, что реестр будет закрытым, чтобы не пропагандировать противоправные ресурсы. Как вообще вот этот закон вам? Как сейчас в послевкусии мысли на счет его принятия? Ну, хочется сказать, что в итогах лета, которое принесло много изменений, профессиональные игроки рынка все-таки смогли сконцентрировать усилия и как-то ответить, сформулировать свою позицию. Ну, пока не будет запущен работающий механизм, трудно говорить о том, успешна вот эта вот инициатива и позиция или нет. Потому что на самом-то деле некой, не знаю, юридической базы и отработанных бизнес-процессов для игроков рынка о взаимоотношении с законодателями, да, к сожалению, нет. И все делается на основе такой инициативы личной и на основе здравого смысла. Ну, вообще, ощущение такое, Андрей, вот уже к тебе обращусь, что как закон о черных списках, с нами обсуждаемый, так и закон, который сейчас принят о защите детей с необходимостью маркировки по возрастным признакам, это такая вот достаточно сумбурная, если не сказать, непродуманная инициатива. Ну, не совсем так, тут социальный заказ явно присутствует, это, в общем, не то, что чья-то частная инициатива, а действительно граждане страны, 50% которых пользуются интернетом, действительно озабочены проблемой плохого контента и то, что детки смотрят это все дело. Но что касается вот этих поправок, которые Раяк, в частности, внес по поводу то, что называется минимизация collateral damage, да, есть такой термин, минимизация приемлемого ущерба. Собственно, вот эти три поправки и три предложения, которые были внесены, они как раз направлены исключительно на подчистку деталей для того, чтобы этот закон не вынес половину интернет-ресурсов из правового поля. С моей точки зрения, это были очень правильные предложения. Но что касается, открытый будет список или закрытый, ну, пока мы этого не знаем, пока это активно, собственно... Ну, говорят, что закрытый якобы. Точка не поставлена. А не поставлена еще. Хорошо, будем дальше идти. Значит, Mail.ru групп купила украинский почтовый сервис Mail.ua. Слышали об этом? Конечно, это абсолютно нормально. А это вообще ваша тема, да, доменная такая? Ну, конечно, нет, но это нормально, что есть Mail.ua, есть Mail.az, ну, Азербайджан, есть Mail.lv. Во всех крупных национальных, тем более на постсоветском пространстве, есть такие домены. И, в принципе, агрегация этого дела в одно место, это совершенно правильный концепт. Борис, означает это, что Mail.ru активно займется Украиной? Ну, насколько я знаю, Mail.ru уже пять лет активно занимается Украиной, имеет там свои структуры, коммерческие в первую очередь. И это действительно... Ну, это прежде всего продажа рекламы сегодня? Да. Ну, не только продажа рекламы, это и поддержание бренда в локальном бизнесе, украинском. Ну, это очень логичный и разумный шаг. Окей. Довидимся дальше. Сервис Proofy получил 1,2 миллиона инвестиций от Almas Capital. Слышали об этом, да? Говорит ли вот это получение хантинговым сервисам, довольно изрядных инвестиций, что кадровое дело, то есть хантинг специалистов, он меняет свое лицо и становится иным? Напомню, что Proofy занимается тем, что хантит в соцсетях. Ну, это показывает, что рынок, собственно, хантинга, связанный с информационными технологиями, на подъеме туда инвестирует. И это косвенно демонстрирует вообще всю динамику рынка, которым мы занимаемся. Андрей? Ну, хантинг, это такая же разумная, такая же естественная вещь, как еда, питье, ресторанный бизнес, перелеты на самолетах. Пока есть электричество, и пока люди устраивают на работу, это будет пользоваться спросом. Угу. Ну, в общем, естественным образом, кадровое дело, хантинг выходит из более привычных рамок, которые существовали прежде, в новые, более высокотехнологичные. Не, ну, если чуть глубже копнуть, конечно же, пруфи, как кейс монетизации социальных сетей через хантинг, очень интересен сам по себе, и там активность лидера, и, то есть, привлечение инвестиций показывают, что вот еще одна модель монетизации соцсетей. В этом я вижу тоже очень интересный кейс. Хоть какая-то, да. Ну, дать ирония на тему монетизации соцсетей, последнее время модная штука. Ну, последние 10 лет, скажем. На фоне падения акций Фейсбук особенно. Значит, дальше движемся. Результаты исследования Комскор относительно использования интернета в Европе. А были они таковы, что российские сервисы Яндекс и Мейл стали лидерами роста по, собственно, Европе, войдя в пятерку самых посещаемых. Это новость, правда, позапрошлой недели, но поскольку мы были вне сезона, мы тогда выпускали спецвыпуски, мы хотим ее затронуть. Ну, все очень просто. Россия — это крупнейший рынок европейский. У нас больше всего народ живет. Тут простая математика, и растут они быстрее всего. У нас динамика роста интернет-проникновения самая большая в Европе. Ну, то есть, если в России проникновение где-то так процентов 50... И нам есть куда расти, то в Европе 78, где-то и 85 процентов. Ну, вообще, интернет, я понимаю, что в ближайшее время станет предметом национальной гордости. В России, как и в других странах, любят считать. Мне кажется, он и сейчас уже является предметом национальной гордости. Ну, я имею в виду, что он выйдет за пределы такого отраслевого сообщества, а будет массово так. Как, знаешь, гордятся рекордами в футболе, так будут гордиться. То есть, в один ряд с балетом и с космическими ракетами? Ну, типа того, да. То есть, поскольку у нас самые большие микросхемы, у нас будет самый большой интернет. Ну, просто потому, что у нас самое большое население. И самая большая территориальная протяженность. Да нет, это все очень понятно. И именно Россия является наиболее перспективным интернет-рынком в Европе. В общем, когда будете слушать в следующие годы новости о том, что Россия первая по аудитории, первая по посещаемости порталов, социальных сетей, удивительно в этом ничего нет. Просто потому, что у нас больше. Верно? Конечно. Окей, значит, Twitter начал таргетинг рекламы по интересам. То есть, сервис руководствуется тем, на кого подписан пользователь, и вот таким образом таргетирует эту самую рекламу. Является ли это каким-то серьезным изменением алгоритма в подходе к рекламе? Борис. Ну, мне кажется, это такое поле экспериментов, потому что Twitter, ну, не знаю, чуть больше года занимается размещением рекламы, и, на мой взгляд, находится еще как раз в стадии пилотов. То есть, все возможные данные и знания об интересах аудитории могут быть использованы для таргетирования. Сейчас вот, не знаю, по тому, куда он там подписан. Это продолжение экспериментов по поиску монетизации в соцсетях, в данном случае, в соцсервисе. То есть, ну, это логично, да. На самом деле, все эти вещи, они становятся возможными благодаря скорости разработки и скорости обучения рекламодателей и готовности их вот и подобную вещь купить. Согласен, Андрей, да? Ну, я согласен, но меня в этом месте настигает черная, безысходная паранойя, потому что помимо Гугла и Яндекса, которые за нами следят, за всеми нашими интересами, поисками и так далее, теперь за нашими интересами будет еще и Twitter следить. Но он и так следит. Ну, в общем, да, как-то это напрягает на самом деле. Хотя, с другой стороны, я прекрасно понимаю, что большинство, 99% наших пользователей об этом, в принципе, не задумывается. Ну, как сказал, точнее, спросил Эрик Шмидт, а что вам есть, что скрывать? Давайте разберемся. Сейчас минутная пауза, после которой мы поговорим про борьбу традиционных радиостанций с теми, кто без спросу, с их точки зрения, пытается их виртуализировать. 11.17, доброе утро снова, друзья. Мы продолжаем обсуждать главные новости цифрового пространства вместе с гостями студии программы Рунет Сегодня, Андреем Колесниковым, директором Координационного центра национального домена сети интернет, и Борисом Мобильницким, президентом Interactive Advertising Bureau Russia. Коллеги, значит, на этом месте хочу спросить вас, каким видите вы будущей FM-радиостанцией в ближайшем 5-10 лет? Вот не на FM-радиостанции будет сказано, есть предположение, что форм-фактор и доставка сигнала будет меняться. Андрей. Ну, во-первых, оно уже все изменилось, да. Там, когда мы в 90-е годы открывали вещание радиостанции 101, если помните, такая была, соответственно, это был совсем новый такой модный хит. Вот, сейчас это абсолютная интеграция между онлайном, FM-ом, многие еще и через спутник вещают, плюс все передачи нарезаны, складываются в архив, плюс делается скриптинг, то есть делается текст, то есть, собственно, это будущее... Это вообще-то рассказываешь ты про идеальную ситуацию. Нет, это будущее, так сказать, оно уже наступило, потому что ведущие радиостанции так и делают. Вот, смотри, давай будем откровенны, далеко не все радиостанции пока осознали возможности интернета и используют их в должной степени. Вот, в смысле, Финам.ФМ не для того, чтобы польстить радиостанции, где выходит наша передача, а потому что просто я знаю, как работает аудиоконтент в Рунете, она довольно далеко продвинута. То есть, есть выклылка программ, действительно, расшифровки. Плейлист идет. Одним словом, есть работа с виртуальной средой, довольно активная, но есть и масса... Есть возможность подписаться на подкасты, передач, но есть масса радиостанций, в том числе и крупных, ну, не знаю, типа радиомаяк, боюсь сказать, которые не используют... Нет, в маяке все есть, кстати. Ну, хорошо, действительно, видимо, нельзя говорить о конкурентах на данном случае. Есть несколько радиостанций XXX, не значит, что они имеют такой контент, а некие обозначенные условными знаками, которые не в полной степени используют возможности сети, мягко говоря, потому что на программы не подписаться толком, вот как на подкасты, найти и скачать файл в MP3, например, чтобы послушать потом, невозможно. И я просто изучал ситуацию, глубоко занимаясь подкастингом и подкаст-терминалами, таком соседнем с радиосегментом, и знаю это не понаслышке. Вот, по-моему, все еще FM-радиостанции до конца не понимают, как правильно использовать сеть, и даже ее побаиваются. Ну, не все, ну, не обязательно же все должны этим пользоваться, да, есть радиостанции большие, есть федеральные, есть большие федеральные, крупнейшие радиостации, которые интернет вообще по барабану, там, дальнобойщики их слушают, да, потому что у них там нет интернета в этих длинных фурах. Значит, соответственно, каждому свое, да. Пока что нет интернета, вы понимаете? Ну, пока что нет, я думаю, что это тоже вопрос времени. Но, тем не менее, мир меняется, он как-то развивается, интернет растет, и, в конце концов, может быть, все придут к общему знаменателю, а потом рынок, вообще радиостанции очень динамичный, здесь все время кого-то покупают, кого-то продают, какие-то новые лицензии, какие-то новые программы, то есть все это очень в динамике, поэтому тут нет какого-то общего рецепта, но кто-то впереди, кто-то позади, это все это нормальное явление. То есть ты задал вопрос, как будет выглядеть FM-бизнес, ну, конечно же, передовые модели дистрибуции контента по всем возможным каналам, ну, контента, в который уже вложили, сделали, будут задействованы. Да, кстати, я извиняюсь, я думаю, что все будет в цифре, конечно. Это тоже вопрос. Да, да, то есть... В цифре, в смысле, не в частоте? Да, ну, в частоте, в ней будет цифра, то есть не аналоговая, не FM, не FM будет, а будет цифра. Ну, то есть это будет не радиочастота, это будет... Нет, это будет радиочастота, но в ней будет цифра. Ну, как объяснить? FM — это Frequency Modulation, то есть это, по сути, аналоговая технология. Вот, а для передачи цифры, ну, как, я не знаю, как спутник, когда получаем, там, в цифре идет, например. Я далек от этого. Ну, как по интернету мы слушаем радио, правильно? Это цифра, цифра. То же самое будет на радиочастоте. Ну, короче, не запаривайтесь. Для нас, конечных пользователей, это... Ну да, нажми кнопочку. В общем, не важно. Кнопочку номер радио. Для меня вот по-другому, извини, я, может быть... Качество будет существенное. ...может быть сокращу дискуссию для того, чтобы перейти, собственно, к самой новости и дальше ее обсуждать. Для меня очевидно то, что постепенно будет переход по доставке сигнала из FM частоты или любой другой радиочастоты, будь то цифровая или аналоговая, к доставке через интернет. И при этом будет приходить-то все в те же самые радиоприемники, в автомобильные магнитолы. Ну, как спутниковая, работает радио, правильно? Будет приходить по ЛТЕ, например. То есть в мобильный компьютер автомобиля и вот там приземляться. А FM, как инфраструктура, будет уходить. Никуда она не уйдет. Это опорная частота, на ней вещей не идет. Хорошо. Предположение. Значит, будем двигаться так и дальше. И сейчас у претензий к виртуальным архивам радиоэфиров Москвы и Петербурга. РУНЕТ СЕГОДНЯ Российская академия радио потребовала от администрации сайтов Москва-ФМ и Питер-ФМ прекратить нарушение авторских прав радиостанций музыкантов, чьи произведения транслируются на данных интернет-ресурсах. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на копию письма, разосланного администратором указанных сайтов их хостером, а также ряда других организаций, которые взаимодействуют с этими проектами. По информации «Ведомостей» владельцем Москва-ФМ и Питер-ФМ является Георгий Тушинский, ранее известный как основатель пиратского музыкального ресурса AlloFM P3.com Напомню нашим слушателям, что сайты позволяют слушать прямые эфиры московских и петербургских радиостанций и хранят их записи. Правомощные ли претензии? На ваш взгляд, Борис. Ну, здесь как раз иллюстрация того, что бизнес-модель, высокотехнологичная, которая позволяет складывать, осуществлять поиск в записанных аудиоархивах, несколько обогнала юридическую основу для такого бизнеса. Когда это было в небольшом объеме, ни у кого претензий не возникало, ну, как, знаете, как некий технологический стартап. И сейчас как раз время найти какое-то юридическое решение для того, чтобы этот сервис, полезный и востребованный, находился в легальном поле. Ну, скорее всего, дополнительные возможности этого сервиса дают дополнительную ценность и радиостанциям, увеличивая их, ну, не знаю, цитируемость, возможность новую аудиторию получить, ну, и для пользователей. Ну, видимо, вот недовольны радиостанцией, раз так вот консолидированно обратились. Это вопрос к вам, наверное. Андрей. Смотрите, значит, во-первых, проблема, собственно, не к сервису и не к этим сайтам, а проблема в том, что среди передач, которые записываются и выкладываются в интернете, как сетка вещания, содержатся песни. Песни, как известно, являются объектами авторского права, и, собственно, и поэтому все претензии и к владельцам этих сайтов распространяются. Дело в том, что на музыкальные произведения, которые проигрываются в эфире или передаются по каналам кабельного вещания, или передаются по интернету, это абсолютно разные лицензии, соответственно, стоимость этих лицензий разная. Да, условно говоря, если радиостанция вещает, она платит РАУ какие-то, какие-то роялтис за то, что вещает, да, а если в интернет это все выкладывают, никто никому не платит. Поэтому правообладатели на этом месте традиционно, то есть это не новая, конечно, какая-то история, да, традиционно подняли голову и сказали, позвольте, значит, нас грабят. Но беспокоятся не правообладатели, а беспокоятся именно радиостанции. Нет, традиционно беспокоятся посредники, бизнес которого заключается в том, чтобы сдирать денег за завещание, за трансляцию и так далее. Авторы, в общем-то, авторы в такие далекие уголки распространения их произведений, как правило, не заладят. Они отдают свои права каким-то посредникам, посредники, соответственно, права им распоряжаются, и посредники, соответственно, предъявляют претензии к этим, кстати, выдающимся сайтам. Потому что сама по себе идея цифрового, оцифровки всех эфиров и хранения навсегда, навеки вечные, вообще это гениально, потому что складывается огромная база человеческих познаний, человеческих мыслей, голосов, передач и так далее. Это огромные цены сама по себе с точки зрения исторического контекста. Давайте послушаем версию ньюсмейкеров, собственно говоря. У нас на связи представители Арктической Академии Радио. Это Юрий Ферючинов, вице-президент Академии Радио и гендиректор Эхо Москвы. Юрий, вы с нами? Да, да, я вас слушаю. Да, здравствуйте, Юрий. Здравствуйте. В чем, собственно, суть претензии? Проблема именно в аудио, в музыке или эта претензия шире? Ну, вы знаете, на самом деле, конечно, с одной стороны претензии шире, и мне несколько легче говорить на эту тему. Прежде всего, потому что я отношусь к ней достаточно спокойно. Как известно, сайт радиостанции Эхо Москвы известен не столько своим аудиопотоком, сколько новостным контентом. Суть претензии заключается в том, что радиостанции сегодня работают не только в эфире, но и в интернете. И любая радиостанция понимает, что будущее за этой средой. Поэтому совершенно непонятно, на каких основаниях кто-то другой без спроса, я повторюсь, без спроса, берет контент радиостанции и выкладывает у себя на сайте, пытаясь зарабатывать на этом деле. Если раньше это был такой любительский вопрос, и никто не задавался вопросом монетизации контента, сопровождение всех этих выкладок рекламой, то теперь этот контент конкретно портится посторонней рекламой. Более того, насколько я знаю, я не являюсь пользователем этих сайтов, но насколько я знаю, по рассказам вырезаются какие-то рекламные блоки, вырезаются не очень удачно. Это портит фактуру радиопрограммы. А насколько я понимаю, понятие рекламы, которое вкладывается на сайтах Москва, ФМ и Питера, это весьма растворчиво и весьма значительно. Это в том числе и целая программа. Извините, что ворвусь, я правильно понимаю, что сайты, существующие, кстати, с 2007 года, то есть несколько лет, уже 5 лет получается, сейчас обрели такую аудиторию, которая стала беспокоить радиостанции, то есть она стала довольно велика и стала реально отнимать какой-то кусок пирога. Нет, нет, это совсем не так. Это совсем не так. Сайт имеет свое место в системе аудиопотоков, и тут трудно говорить, что это какой-то там третий сортный продукт, но то, что с чужим контентом некие люди, которые не считают нужным вступить в контакт с радиостанциями, обсудить с ними условия размещения этого контента, вообще сесть за круглым столом, посоветоваться. Эти люди просто вот и все эти годы прячутся. Понятно. Вы предлагаете им сесть за стол переговоров, или вы требуете закрытия, то есть насколько категорична позиция? Позиция стала категоричной именно потому, что люди прячутся. Мы не понимаем, почему, во-первых, люди прячутся от переговоров. Мы знаем, что они здесь, в Москве, они даже не в другом городе, они здесь, в Москве. Но я хотел бы еще уточнить один вопрос. Вы абсолютно правильно поставили вопрос, что радиостанции являются и субъектами, и объектами, и авторских и смешных прав. Они являются и субъектами, и объектами. И в этом отношении, в принципе, нормально было бы подойти к каждому оператору этого рынка и задать ему вопрос. Хотите или желаете ли вы, чтобы мы вас транслировали у себя на сайте? Понятно. Я думаю, что такая постановка вопроса сняла бы... Спасибо. То есть, Инна Миславовна, вы готовы договариваться, и единственная проблема в том, что с той стороны нет подвижек на встречу? Мы готовы разговаривать. Мы готовы разговаривать пока на сегодняшний день. Мы на протяжении многих лет, то есть это не неделя, не месяц, на протяжении многих лет не можем вступить в контакт. Именно поэтому мы потребовали, чтобы эти сайты были закрыты. Очень любопытно, да. У нас есть другие примеры с другими сайтами, где у нас нормально урегулированы все отношения, у каждой радиостанции по-своему, и мы нормально работаем, и никаких проблем не возникает. Хотя, конечно, безусловно, проблемы авторских смешных прав еще далеко не урегулированы. Спасибо большое. Это был комментарий представителей Российской Академии Радио Юрия Федучинова, являющегося вице-президентом Академии Радио и гендиректором Эхо Москвы. Мы продолжим через минутную паузу. Итак, продолжаем. 11.31. Мы говорим о главных событиях Рунета и Интернета в целом. Сейчас обсуждали до выпуска новостей информацию о требованиях Академии Радио к закрытию сайтов Москва, ФМ и Питер.ФМ. Кстати говоря, довольно известных и любимых многими, надо сказать, поскольку они удобны, амитивны для пользования. Ну и вот получили информацию от представителя Российской Академии Радио о том, что сайты не идут на переговоры, что действительно странно. Мы вот сейчас подпустили за эфиром и находим это, как сказал Андрей, партизанщиной. Верно? Да, это партизанщина. Но есть причины, почему так происходит. Ну, Юрий вообще говорил правильные вещи, на самом деле, потому что вот пока ты занимаешься радиолюбительством и делаешь это на своей кухне, и не выходишь, так сказать, в большое-большое пространство, ну, занимайся и занимайся. Как только ты, значит, становишься популярным, тебе нужно идти разговаривать с этими людьми. У меня есть подозрение, что здесь я могу провести аналогию с известным ресурсом Torrance.ru, который удрал потом, значит, в точку орг. У меня что-то складывается впечатление, что вся эта беготня просто, наверное, скорее всего, от нежелания платить налоги. То есть этот бизнес устроен, там какая-то реклама крутится, за это, на этом зарабатываются какие-то деньги. Совершенно непонятно, в каком правовом воле, там нет ни лицензии, ничего. То есть как-то все это партизанщина в чистом виде. Вот. И с моей точки зрения, то если ты хочешь стать профессиональным бизнесом, вырасти в большую площадку и зарабатывать на этом нормальные деньги, устроить это как нормальный бизнес, ты, соответственно, должен к этому подходить. Разговаривать, договариваться с каждым индивидуально, легализоваться и так далее, и так далее. Вот. Кстати, в противоположном случае все это, в общем, так и не выйдет на большой уровень, так и останется. Вообще странно, как я говорил за эфиром, мы сейчас на выпуске новостей, о том, что сайты сделаны как продукт очень неплохо, и они объективно пользуются симпатиями многих людей, и при этом вот такой вот, и рекламы, кстати говоря, немного. Относительно. То есть, ну, по моим прикидкам, вряд ли они окупаются. Конечно, очень интересный бизнес-кейс. Я буду следить за тем, как он будет развиваться, и, возможно, эти цифры появятся. Но я просто хочу привести в качестве другого примера, как эволюционировал рынок агрегации новостей, крупными новостными агрегаторами, и как в итоге все-таки медиаиздатели и крупнейшие технологические компании, которые делали из чужих новостей, как бы, свои продукты, нашли какой-то консенсус в разных странах по-разному, тем не менее, все вошли в такие легальные отношения, ну, и, надеюсь, все довольны, потому что... Странно то, что не хотят договариваться. Такое ощущение, что это чья-то игрушка. Скорее всего, так и есть. Предположительно. Хорошая игрушка, красивая. Красивая, хорошо сделана игрушка, но при этом позиция такая немножко детская, типа, ну, вот я себе сделал игрушку и сижу себе там спокойно на попе, ровно. Ну, кейс в том, что, да, вот, действительно, высокотехнологичная наша эра позволяет сделать какие-то игрушки. Особенно, если это новые игрушки, от которых там все балдают. И единственное, не хотелось бы, чтобы во имя, ну, не знаю, торжества справедливости взяли все порубили. Это сложно сделать, конечно. Ну, почему? Закрыть? Как? Ну, закрыть доступ из России к этим доменным именам. Ну, они в другую и уйдут. Ну, это менять бренд. Ну, ничего страшного. Прецеденты были, да. Прецеденты были. Ну, да, прецеденты были, когда есть острая затребованность, но все-таки популярность Москва и ФМПитера и ФМ несравнима с популярностью Торрентс.ру. Гораздо меньше. Теперь выходящая под другим названием. Порядки меньше. Ну, да. Какой прогноз, если коротко? Как будет ситуация развиваться, как вам кажется? Ну, мне кажется, что люди, в принципе, должны договариваться. Но если они 5 лет не договариваются? Ну, значит, будут так на полуподпольном положении быть. Будут, у них там какие-нибудь банерочки висеть. Будут там зарабатывать несколько тысяч долларов в месяц. На этом все закончится. Ну, закроют их, нет, Борис? Трудно сказать, потому что все-таки ресурсы в их руках, да, то есть они могут мигрировать действительно в другие зоны. Очень немного осталось, вообще, вот я заканчиваю... Тут вопрос, да, то есть их видение, вообще, чего они хотят? Очень немного осталось их ресурсов в Рунете. Прям какие-то такие динозавры, действительно, партизаны, которые, являя собой довольно большие сущности, при этом находятся в тени абсолютно. Вот так вот очень немного осталось. Большинство так или иначе вышло в белое, либо, ну, естественным образом, умерло. Но жить-то надо как-то, вот выходит белое. Окей. Ну, хорошо, будем двигаться дальше и продолжим рассказом о продаже одной из крупнейших ранее поисковых систем Рунета. Значит, напомню, кстати, о том, что мы говорим в рамках программы Рунет сегодня. Это передача от 3 сентября 2012 года для тех, кто слушает нас в подкасте. Подкаст, если вдруг вы не знаете, можно скачать на сайте finam.fm. Можно найти его в iTunes по ключевому слову, собственно, названию программы. Вот. Ну и тут такой вопрос, коллеги. Значит, та или иная поисковая система для большинства пользователей это точка входа в интернет. Место, где ты оказываешься многократно, каждый день. Ну, или почти каждый день. Как, на ваш взгляд, происходит выбор пользователям этой системы? Андрей. Ну, как очень просто. Если система хорошая, дает тебе качественный результат, обслуживает твои интересы с первого клика, удобно в использовании, то это уже половина успеха. Остальное дело за продвижением и маркетингом. Борис? Ну, самые разные факторы влияют на поведение человека. То есть, к чему прикипел, к тому и прикипел. Но, я не знаю, назвали ли мы уже объект продажи. Пока нет. Все еще интрига тянется. То есть, основная ценность... И это не альтависта, заметь. Основная ценность, конечно же, это узнаваемость. То есть, и мне кажется, что здесь, ну, не буду забегать вперед, озвучить цифры, да, то есть, я восхищусь гением покупателей. Ну, хорошо, сейчас и поговорим о продаже очень громкого ранее интернет-бренда. Тут мы выяснили, по ходу, что проект Апорт, о котором, собственно, идет речь, это проект Андрея, да? Ну, да, я пытался этим заниматься достаточно долгое время. В принципе, достаточно безуспешно. Ну, подождите, значит, давай... И на это есть абсолютные причины, которые я разговариваю. Давай сначала тогда. Апорт в 97-м, кажется, в 88-м году появился, да? Да, он появился вместе с Яндексом примерно в одно и то же самое время. И я точно помню, что он был фактически лидирующей поисковой системой, по крайней мере, в какой-то момент. Да, он был номер один. Так, что случилось? Дальше... Мы имеем, соответственно, за это... Да, да, то есть вы видите тут в студии человека, который, в общем, свечку держал. Значит, дальше происходит вот что. Когда компания Golden Telecom выходит на NASDAQ рынок, появляются свободные деньги, и на волне ажиотажа перед лопнувшим первым интернет-пузырем принимается решение, что нужно быстрее купить как можно больше всяких интернет-ресурсов, вложить туда деньги, чтобы они начали развиваться. Соответственно, Golden Telecom приобретает Agama, значит, Apport, Omen, потом еще был куплен InfoArt, еще, ну, много всяких ресурсов. Абсолют Геймс, рефераты, да. Вот, кстати, единственный проект, который остался в живых, это Абсолют Геймс. Ну, это тоже отдельная история, она стоит того, чтобы они ее упомянули. Так вот, значит, соответственно, покупают, вкладывают туда кучу денег, после этого пузырь лопается, и инвесторы в ужасе, значит, не понимают, что с этим делать, висят активы в книгах, затраченные деньги, и, значит, что они сделают? Они просто их списали, они сказали, ну, это была сделка, которая, значит, не удалась, давайте мы все эти расходы спишем, и они их списывают. Таким образом, Apport, в принципе, несмотря на то, что за него заплатили огромные деньги, он, собственно, ничего не стоил, поэтому продажи его за любые деньги, это уже больше, чем ноль. Окей, ну, Apport, в итоге, получается, похоронил Golden Telecom, если так откровенно. Конечно, в чистом виде. Мог ли стать Apport ведущей поисковой системой и обогнать Яндекс тогда? Это, как говорят, да, история не имеет вот такого... Сослагательного договора. Дело в том, конечно, мог. Значит, я, честно говоря, вот лично и со своими коллегами пытался много лет убедить руководство компаний в том, что надо туда вкладывать деньги, потому что это непросто, он не будет сам расти, да, то есть, там, ничего, если ничего не происходит, то он, соответственно, помрет. Вот, но это, так сказать, все эти попытки были, в общем, безуспешны, потому что компания занималась телекоммуникациями, не очень понимала в стратегическом плане, что делать с интернет активным. То есть, увеличить выручку на 0,3% по сравнению с голосовым трафиком. По сравнению с голосовым трафиком, то есть, это, понимаете, это не позволяло принять решение, чтобы хоть какие-то ресурсы дать на развитие. Вообще, все названы фактически тобой проекты, бывшие тогда очень громкими, Агамма, Омен, Апорт, они все, получается, слиты. Конечно, слиты. Со страшной скоростью. Мы сейчас получим информацию от, возможно, реаниматора этого бренда. У нас на связи новый владелец сервиса Аппорта Андрей Бронецкий. Андрей. Добрый день. Приветствую тебя. Зачем тебе Аппорт? Ну, у меня есть пара партнеров. Мы просто, скажем так, во-первых, так сложилось. Во-вторых, мы подумали, что на базе него вполне можно сделать коммерчески выгодный сервис. Ну, еще раз, так сложилась мозаика, что получилось, что появилась информация, что его можно было купить. А партнер сказал, что вот, можно сделать такой сервис. Ты покупал бренд, пользовательскую базу, посещаемость. Что это? Ну, в сделку вошло все, на самом деле. Я имею в виду торговая марка, поисковая машина. Но, правда, я не очень знаю, куда нам девать эту поисковую машину сейчас. И там серия доменов. Аудитории там было достаточно мало, но там птиц большой, поэтому мы надеемся, что там это как-то еще поможет. Ну, и в первую очередь, это на самом деле, несмотря на то, что поисковая машина уже давно, сервис такой непопулярный, скажем так, унылый заглох, тем не менее, к нему отношение у старых рулетчиков, оно не негативное. То есть, ну, как бы, вот, ну, не получилось. Там, я, кстати, тоже работал в опорте вместе с Андреем. Но, тем не менее, я говорю, отношение к нему достаточно нормальное, позитивное. И мне кажется, в рамках этого сервиса он вполне себе может еще отработать. То есть, эта покупка, это еще какая-то дань ностальгии? Да, к сожалению. Да, Андрей, я хочу тебе сказать спасибо за то, что у тебя получилось, потому что многие пытались, и я пытался как-то это все сделать. Но, в конце концов, ты все-таки обеспечил опорту какую-то вторую жизнь, жизнь после смерти. И это, в общем, достойно, я считаю. Спасибо тебе. Спасибо. Ну, на самом деле, я, конечно, хотел сказать, что в рамках онлета, мне кажется, эта сделка, ну, не знаю, почему она считается топовой. То есть, слава богу, она значительно больше. Спасибо вам, Максим, что вы ее вынесли в топы. Вот, и да, я согласен с Андреем, что компания, как бы, ну, вот, она не профилировалась тогда, и на Голден Телеком на интернет-ресурсах это там явилось, наверное, самым главным фактором, почему интернет-ресурсы, они развивались по остаточному принципу. Андрей, а почему так долго держалась секрета информация о покупке? Вы купили же несколько месяцев назад, получается. Ну, я же говорю о том, что для меня это не является, ну, как я считаю, для Рунета это не является топ-новостью. Это раз. Во-вторых, мы еще находимся в состоянии производства продукта, набора контента, и, собственно, достаточно, ну, если бы это произошло там через два месяца, было бы значительно, наверное, полезнее для проекта. А сейчас он еще не готов, и, то есть, как бы, мы обсуждаем, а по факту нужно больше работать. Хорошо, спасибо большое. Это был комментарий нового владельца сервиса-саппорта Андрея Бронецкого. Ну, собственно, коллеги, напоследок, что можешь добавить? То, что, почему взяли, собственно, эту новость? Интересно, как бренды появляются, зарождаются, окрепнут, взрываются и гаснут. Вот это происходит постоянно, и на чем я всегда для себя делаю акцент, то, что полностью зависит от человеческого фактора и отношения, от того, насколько правильные люди с правильным опытом и настроем взялись за создание того или иного высокотехнологического продукта. Согласны? Да. Хочется поздравить Андрея Бронецкого и сказать, что он произвел очень выгодную покупку, потому что альтернативный запуск такого бренда в сегменте таких вот товарных каталогов или еще чего-то, ну, оглядываясь на наших лидеров, это все-таки миллионы долларов. Ну, карма все-таки хорошая у этого имени, правильнее. Испортить ее не смогли. Тут дам несколько цифр о том, что в 2000 году сервис был куплен Golden Telecom за 25 миллионов долларов, по информации, которая доступна публично. Сейчас был продан, напомню, за 150 тысяч. Или верно? Да, 150 тысяч. Значит, вот такие вот дела. И коротко совсем уже дам информацию о том, что мы в Твиттере смотрим ваше сообщение, то есть в Твиттере Максим Спиридонов мы собираем ответы на наши вопросы, которые мы оставляем. Однако не было еще возможности придать ему достаточно времени на то, чтобы на них обратить внимание. Сейчас тоже, боюсь, не успею, но обещаю, что сделаю это в следующем блоке программы, в котором мы поговорим о очередной любопытной новости. Мы расскажем о том, какое действие оказал закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию на Рунет. Вот. Между тем, мы продолжаем. Это Рунет сегодня, 3 сентября 2012 года. Вы слушайте нас на 99,6 в FM, либо онлайн на финанс.fm. И то, и другое допустимо. И разрешается детям старше 16 лет, как мы выяснили с недавних пор, поскольку закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, требует такового. Напомню, что в студии программы эксперты Рунета Андрей Голесников, директор Координационного центра национального домена сети интернет и Борис Амельницкий, президент Интерактив Адвертайзинг Бюро Раша. И здесь, прежде чем поговорить о очередной новости, коллеги, у меня к вам такой вопрос. На ваш взгляд, представляет ли сегодня Рунет опасность для детей? Борис. Ну, объективно, да. То есть, если не заниматься воспитанием ребенка, привитием ему позитивных ценностей и где-то контроля, да, то, как вот раньше, ребенок мог подпасть под плохое влияние во дворе какой-нибудь компании. Сейчас, как-то не печально, это может быть через какую-нибудь социальную группу, ну, через группу в социальной сети или еще что-либо. Научиться плохому стало гораздо проще. Ну, к сожалению, да. То есть, если родители заняты, а ребенок там сидит в сети и находит новых друзей, а они ему предлагают там альтернативно развлечься, то есть родители не могут. Деликатно выразился. Да, конечно, представляет, как, в принципе, все в этой реальной жизни, не только в интернете, есть и хорошее, есть и плохое. Интернет усиливает и хорошее, и усиливает и плохое. И, безусловно, детей как-то надо защищать в этой среде, в интернетовской. Хорошо. Значит, далее в программе о главном событии недели. Рунет сегодня. Вступил в силу закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Среди прочего, документ предписывает интернет-изданием маркировать контент по возрастному цензу. В случае несоблюдения этих требований онлайн-СМИ может быть наказано штрафом, а его деятельность будет приостановлена на срок до 90 суток. Самое проблемное на сегодня вот в этой истории то, что есть некоторая неопределенность в трактовках и вообще, что делать. Сетевые СМИ несколько в растерянности. Всю неделю они пытались понять, как именно следует маркировать свой контент. И продолжают эти попытки, кстати говоря. Роскомнадзор давал противоречивые пояснения. Сперва 29 августа пресс-секретарь Роскомнадзора заявил, что общественно-политические издания и ленты новостей не обязаны маркироваться по возрастным ограничениям. Затем, уже на следующий день, он сообщил, что онлайн-издания должны маркироваться по возрастной категории, даже если это общественно-политические СМИ. Впрочем, по его словам, они могут маркировать не весь сайт, а лишь отдельные материалы. В общем, имеет место быть реальная путаница. И на сегодня пока, как видно по новостным ресурсам, и сами издания находятся в смятении. Борис, а ты? Я опасаюсь, конечно, за какие-то базовые права. Право любого человека на свободу мыслей и слова. Извините за столь такие пафосные высказывания. Потому что как раз интерактивность общения в социальных сетях или какое-нибудь комментирование в тех же СМИ, высказывания, мнения и всего прочего, очень непонятно, как будут регулироваться этим законом, какая будет правоприменительная практика. То есть СМИ маркировало что-нибудь, а комментатор взял еще более глубоко, не для 16, а до 18 что-нибудь процитировал. И все. Ну и все. И по идее можно уже закон применять. И получается, что вот этот закон может стать такой отверткой, с помощью которой можно будет закрутить что угодно. Ну плюс с законом о черных сайтах, черных списках сайтов, это прямо чудесный инструментарий. Конечно, можно все-таки надеяться, что суровость законов в России компенсируется особенностями их правоприменения. Но ничего не могу сказать. Вот ждем. Я уже в самом начале упоминал, что какого-то законодательства по лоббированию своих интересов там не прописано. И вот приходится, не знаю, комментировать, письма писать. Андрей. Ну, я даже не знаю, как такую большую тему вместить в несколько предложений. Давайте так. По-простому. Значит, в законе написано, собственно, о маркировке СМИ, о маркировке онлайн СМИ и, соответственно, о черных списках. То есть он некий такой трехступенчатый, да. Ну, понятно, я уже сказал в самом начале, что есть социальный заказ. Действительно, люди озабочены. Закон этот нужен. Вот. Вопрос в имплементации и в качестве написания, собственно, текста. То есть никто не ставит под сомнение вопрос о том, что нужно детей защищать. Вопрос в основном, и битвы в основном идут между экспертами на уровне имплементации этого закона. Ну, там есть несколько логических вещей, которые вот я постараюсь рассказать. Ну, например, есть требования к изданиям, которые обладают лицензией СМИ, да. То есть вот российская лицензия, выданная онлайн СМИ, соответственно, с этой лицензией должны маркировать. А не строже эти требования к лицензии? Внимание, вопрос. Внимание, вопрос. Что делать порталам и изданиям, которые по факту являются СМИ, но не обладают лицензией? Они не попадают под действие этого закона? С моей точки зрения, тут есть, опять-таки, простая математика. Например, посещаемость сайтов в России, которые не обладают лицензией на СМИ, кумулятивно, гораздо больше, чем посещаемость сайтов, которые обладают лицензией СМИ. Ну, вот, как бы такой парадокс. И, соответственно, вопрос. Ну, хорошо, будут применять это к онлайн, который есть лицензия, что делать с ресурсами, которые не обладают лицензией? А что делать с русскоязычными лицензиями, которые являются юридическими лицами, находящимися вне юрисдикции Российской Федерации? Вот это, как бы, те такие шероховатости и такие пеньки, на которых все время спотыкаются. Я уже, ну, как бы, не говорю сейчас о, собственно, уже о деталях каких-то мелких, да, но есть некая противоречия логическая во всей этой истории. Значит, второй вопрос связан с методом, значит, ну, хорошо, вот с этими черными списками. Хорошо, договорились сделать черные списки, фильтровать, значит, соответственно, доступ к ресурсам, которые представляют определенный вред, которые недостижимы для российского правосудия, для российской легальной машины, но с точки зрения находится не на территории Российской Федерации, не отвечают на уведомления, и вообще в гробу видели все эти наши запросы об убирании этого контента с их страниц. Хорошо, значит, есть два способа, соответственно, как с ними, как с ними сражаться, как с ними бороться. Тот способ, который прописан в законе, подразумевает, что это будут какие-то пограничные фильтры у провайдеров, вот. С другой стороны, есть гораздо более эффективный метод, это, собственно, который смотрит, вне зависимости от способа доставки этого контента, смотрит на суть контента, то есть это фильтры пограничные на устройствах, браузеров, родительский контроль и так далее, и так далее. То есть в этой области тоже происходят определенные, соответственно, дискуссии, достаточно активно идут. То есть, ну хорошо, сейчас закон принят, на самом деле посмотрим, первое, что хочется посмотреть, накопить некий опыт, потому как он будет применяться, потому что сейчас все наши, все пугалки, которые там идут со стороны определенных товарищей, что, значит, вот сейчас все закрутят, значит, там, свобода слова, значит, там, демократия, конституция и так далее, с одной стороны, а с другой стороны, абсолютно, значит, такое радикальное, значит, что все закрыть надо, потому что, значит, все, что находится за рубежами российского интернета, представляет вариант. Вот, как бы, смотрим, что получится в связи с этим, потому что закон принимался для вполне конкретных вещей, действительно, для того, чтобы уграничивать детей от негативного контента. Ну, как оно вот все вырылит, как выплывет, ну, я не знаю, с моей точки зрения, нужно как минимум месяцев 10, а то и больше, для того, чтобы понять практику правоприменения по этому закону. Ну, в общем, давайте посмотрим, как это будет происходить. У нас есть еще один комментарий к этому вопросу. На сайте Российской Ассоциации, пардон, электронных коммуникаций, появилась презентация, где ассоциация приводит свои доводы против распространения этого закона на онлайн-СМИ, и, в общем-то, РАЭК, как таковой, ассоциация негативно, я понимаю, относится к этому закону. Так ли это? Послушаем комментарий заместителя директора Российской Ассоциации электронных коммуникаций Сергея Гребенникова. Сергей, ты с нами? Да, добрый день. Привет. Как ты смотришь на вот это вот нововведение, и вообще, как на это смотрит РАЭК? Ну, смотрите, здесь, в первую очередь, конечно, стоит различать закон 436-й о защите детей от информации, несущей вред, здоровью и так далее. И 139-й закон, который вступает с 1 ноября. Да, если первый вступил уже в силу с 1 сентября, и мы на телевидении, на радио и в интернет-СМИ видим историю того, что действительно контент стали маркировать. Правда, к сожалению, маркировать стали все по-разному. И так, кто как хочет, так и маркирует, что, наверное, не очень хорошо. Как раз там у вас на сайте радиостанции появилось достаточно такие крупные значки по поводу маркировки контента. Вот кто-то маркирует только в футере. То есть пока нет четких правил, каким образом это надо маркировать. Но я думаю, что это будет все сделано в ближайшее время. Я как раз хотел сказать по поводу того, о чем говорил Андрей Колесников. По поводу того, что вот интернет-СМИ нужно маркировать, а другие интернет-ресурсы маркировать не нужно. Это, на наш взгляд, мы считаем, что это заслуга РАЭКа, то, что нам удалось пролоббировать историю, чтобы с 1 сентября 2012 года весь интернет не был размаркирован по этому законопроекту, а точнее уже закону, который действует. И мы считаем, что это наше большое достижение, потому что сегодня промаркировать весь интернет фактически невозможно. Это как раз то, что касается особенно социальных сетей и всех 2.0 ресурсов. То есть тогда действительно нужно было бы все 2.0 ресурсы на любых интернет-сайтах просто закрывать. Ты имеешь в виду ресурсы, которых контент генерят пользователи. Да, да, да. Вот. А почему интернет-СМИ, например, остались маркированы? Потому что для интернет-СМИ не действуют никакие другие законы, кроме как закон о СМИ. Они ровно таким же образом все средства массовой информации подчиняются этому закону, и все нарушения так или иначе нужно рассматривать с точки зрения этого закона. Серьезно, пожалуйста, я ворвусь, у нас немного времени осталось совсем. Если коротко, как твоя точка зрения, что нужно делать сейчас для того, чтобы упорядочить происходящее? Вот пару предложений буквально. Потому что есть де-факто некий хаос в том, как маркировать, собственно, контент. Вот как раз для того, чтобы этого хаоса не было, существует Российская конституция электронных коммуникаций, которая взаимодействует с органами государственной власти и с интернет-сообществом, и с интернет-бизнесом. И мы стараемся находить контент. То есть вы нас отстоите? Конечно. Ну хорошо, будем верить. Спасибо большое за комментарий. С раеком и дружкой. Сергей Гребенников, заместитель директора Российской ассоциации электронных коммуникаций. Коллеги, осталось буквально 40 секунд. Напоследок скажу о том, что Роскомнадзор все-таки пообещал проанализировать ситуацию, практику применения закона в первый месяц, и в случае необходимости предоставить поправки. Похоже, что они потребуются, потому что сегодня имеет место быть непонятки с этим делом. Ну и совсем в финале скажу о том, что в Твиттере происходит. Не успевали мы его коснуться. На вопрос, который задали последним мы в моем Твиттере Максим Спиридонов, вопрос был такой. Значит, каким образом вы, как вы контролируете поведение ваших детей в интернете? Ответы были следующие. Ограничимое время нахождения, предсказуемо. Я их просто туда не пускаю. В соцсети имею в виду еще один ответ. Сижу рядом. Еще один ответ. Словами, еще один ответ, можно заходить на определенные сайты, периодически смотрю хистори. Вот так вот контролирует своего ребенка человек. То есть историю посещения сайтов. А вообще можно фильтр использовать, пишет отвечающий пользователь в Твиттере. Коллеги, на этом все. Спасибо большое за ваше время. Спасибо большое. И комментарии напомню, что в гостях студии сегодня были Андрей Колесников, директор Координационного центра национального домена сети интернет. И Борис Амельницкий, президент Interactive Advertising Bureau Russia. Меня зовут Максим Спиридонов. Это была программа RUNET сегодня. Слушайте нас каждый понедельник. Пока. Продолжение следует.